Девчонки и мальчишки Он живет тут неподалеку на хуторе Катхульт С папой Антоном, мамой Альмой, маленькой сестренкой Идой Еще у них есть работник Альфред и служанка Лина А все приключения этого замечательного Эмиля Описала одна наша общая знакомая Фру Линдгран Так что если вы хотите узнать, кто такой Эмиль И что с ним такое приключилось Устраивайтесь поудобнее Мы начинаем Вторник, 22 мая Как Эмиль угодил головой в супницу В тот день на обед в Катхульте был мясной суп Лина перевела суп в расписанную цветочками супницу И поставила ее на кухонный стол Все с аппетитом принялись за еду, в особенности Эмиль Он любил суп, и это было заметно потому, как он его хлебал Что это ты так чавкаешь? Удивленно спросила мама А иначе никто и не узнает, что это суп Ответил Эмиль Все ели в воле и вскоре супница опустела Лишь на донышке осталась малюсенькая-прималюсенькая капелька И эту-то каплю захотел съесть Эмиль Однако слезнуть ее можно было, только всунув голову в супницу Эмиль так и сделал И все услыхали, как он причмокнул от удовольствия Но можете себе представить Эмиль не смог вытащить голову обратно Супница плотно сидела на голове Тут Эмиль перепугался и выскочил из-за стола Он стоял посреди кухни, а на голове, словно кадушка, возвышала супница Сползавшая ему на глаза и на уши Эмиль силился стащить супницу с головы и вопил во весь голос Лина всполошилась Ах, наша чудесная супница, запричитала она Наша чудесная супница с цветочками Куда мы теперь станем наливать суп? Раз голова Эмиля в супнице, понятно, туда уже супу не нальешь Это Лина сообразила Хотя вообще-то она была довольно бестолкова Но мама Эмиля больше думала о сыне Милые вы мои, как же нам спасти ребенка? Давайте разобьем супницу кочергой Да что, с ума сошла, воскликнул папа Ведь супница стоит целых четыре кроны Попробую-ка я, сказал Альфред, ловкий и находчивый парень Ухватившись за обе ручки супницы, он с силой потянул ее вверх Ну и что толку? Вместе с супницей Альфред приподнял и Эмиля Потому что Эмиль крепко-накрепко застрял в супнице Он так и повис в воздухе, болтая ногами И желая как можно скорее снова очутиться на полу Отстань, пусти меня, отстань, кому говорю, кричал он И Эльфред поставил его на пол Теперь все окончательно расстроились И, столпившись вокруг Эмиля, думали, что делать И никто, ни папа Антон, ни мама Альма, ни маленькая Ида, ни Альфред, и Лина Никто не мог придумать, как высвободить Эмиля Ой, Эмиль плачет, сказала маленькая Ида Несколько крупных слезинок вытекло из-под супницы И покатилось по щекам Эмиля Это не слезы, возразил Эмиль Это мясной суп Он по-прежнему хорохорился, но, видно, ему было совсем не сладко Подумать только, вдруг он никогда не избавится от супницы Бедный Эмиль, на что же он теперь напялит свою шапейку? Мама Эмиля очень жалела малыша Она снова хотела схватить кочергу и разбить супницу Но папа сказал, ни за что Супница стоила 4 кроны Лучше поедем в Марианне-Лунд к доктору Уж он-то освободит Эмиля И возьмет с нас всего 3 кроны Так что одну крону мы даже выиграем Маме понравилась папина затея Ведь не каждый день удается выгадать целую крону Сколько всего можно купить на такие большие деньги? Перепадет что-нибудь у маленькой Иди, которая будет сидеть дома, пока Эмиль разъезжает по докторам В Катхульте начались поспешные сборы Надо было привести в порядок Эмиля, умыть и одеть его в праздничный костюмчик Причесать его, разумеется, было невозможно Правда, мама ухитрилась просунуть в супницу палец, чтобы выскрести грязь из ушей мальчика Но это кончилось плохо Палец тоже застрял в супнице Тяни его, вот так тяни, советовала маленькая Ида А папа Антон здорово разозлился, хотя вообще-то был человек добрый Но кто еще? Кому еще охота прицепиться к супнице? Закричал он Пожалуйста, не стесняйтесь Я возьму большой воз для сена И заодно свезу к доктору в Марианну Весь катхульт Но тут мама Эмиля сильно дернула руку и вытащила палец из супницы Видно не мыть тебе сегодня ушей, сказала она, подув на палец У края супницы мелькнула довольная улыбка Эмиль сказал Хоть какой-то прок от этой супницы Тут Альфред лихо подогнал повозку к крыльцу И Эмиль вышел из дома Он был такой нарядный В полосатом праздничном костюмчике В черных башмаках на пуговках И с супницей на голове По правде говоря, супница на голове была, пожалуй, и ни к чему Но яркая и пестрая Она, если на то пошло, напоминала какую-то необычайно модную летнюю шляпку Плохо только, что на то и дело съезжала Эмилю на глаза Пора было ехать в Марианну Лонд Вскоре все были готовы И повозка тронулась в путь Эмиль уже не раз ездил в Марианну Лонд Ему нравилось сидеть высоко на облучке И смотреть, как петляет дорога Ему нравилось разглядывать хутора Мимо которых они проезжали Живших там ребятишек Лаявших у калиток собак Лошадей и коров, которые паслись на лугах Однако на этот раз поездка была не из веселых На этот раз он сидел с супницей на голове Она совсем закрыла ему глаза И он ничего не видел, кроме носков своих собственных башмаков Которые с трудом различал из-под супницы сквозь узкую щелку Поминутно ему приходилось спрашивать отца Где мы едем? Уже проехали блины? Где мы сейчас? Далеко Марианна Лонд Когда Эмиль с супницей на голове Вошел в приемную доктора Там было полно народу Все, кто сидел в приемной, пожалели мальчика И понятно, с ним стряслась беда Только один щупленький старикашка При виде Эмиля не удержался от смеха Словно это так весело застрять в супнице Хо-хо-хо, смеялся старикашка Уши у тебя что ли зябнут, малыш? Неа, отозвался Эмиль Зачем же ты тогда нацепил этот колпак? Спросил старикашка Чтобы уши не озябли, ответил Эмиль Он за словом в карман не лез Даром, что был мал Но тут Эмиля позвали к доктору Доктор не смеялся Он только сказал Здравствуй, здравствуй Что ты там делаешь, супница? Эмиль не мог, конечно, видеть доктора Но поздороваться с ним было просто необходимо Эмиль вежливо поклонился Низко склонив голову вместе с супницей И тут раздался звон Зи! Супница, расколотая на две половинки Лежала на полу Потому что Эмиль ударился головой От письменный стол доктора Плакали наши четыре кроны Тихонько сказал папа Эмиля маме Но доктор его услыхал Нет-нет, одну крону вы все-таки выгадали Заметил он Когда я вытаскиваю из супниц маленьких мальчиков Я беру за это пять крон А на этот раз он сам себя вытащил Папа очень обрадовался Он даже был благодарен Эмилю за то Что тот разбил супницу и выгадал одну крону Проворно подняв обе половинки супницы Папа вышел из кабинета с Эмилем и его мамой На улице мама сказала Подумать только Мы опять выгадали? На что же мы потратим крону? Ни на что, ответил папа Мы ее сбережем Опять эре? Эмиль честно заработал Пусть он их положит дома в копилку Хуторяне покатили обратно в катхульт Едва переступив порог Еще в сюртуке и шляпе Папа принялся склеивать супницу Это было проще простого, она ведь раскололась на две равные половинки Лина от радости запрыгала и закричала Альфреду, который распрягал лошадь У нас в катхульте снова будет мясной суп Неужто Лина и вправду на это надеялась? Видно, она забыла про Эмиля В тот вечер Эмиль долго играл с маленькой Идой На лужайке между громадными валунами он построил сестренке игрушечный шалаш Ей было страшно весело Но тут начало смеркаться И Эмиль с маленькой Идой стали подумывать, не пора ли спать Они забежали на кухню посмотреть, нет ли там мамы Ее там не было И вообще там никого не было Была только супница Уже склеенная она красовалась на столе Эмиль и маленькая Ида, прильнув к столу, ставились на чудо-супницу, которая пропутешествовала целый день Ишь ты, доехала до самого Марианны Лунда, с завистью сказала маленькая Ида А потом с любопытством спросила Эмиль, а как тебе удалось засунуть туда голову? Это пара пустяков, ответил Эмиль Вот так Тут в кухню вошла мама И первое, что она увидела, был Эмиль с супницей на голове Эмиль срывал супницу с головы, а маленькая Ида визжала Визжала Эмиль, потому что супница снова крепко сидела у него на голове Тут мама схватила кочергу и так стукнула ею по супнице, что только звон пошел по всей округе Дзинь! И супница разлетелась на тысячу мелких черепков Осколки дождем посыпались на Эмиля Папа был в овчарне, но, услышав звон, кинулся на кухню Застыв на пороге, он молча переводил взгляд с Эмиля на черепки С черепков на кочергу в руках у мамы Не проронив ни слова, папа повернулся и ушел обратно в поле Вот теперь ты примерно знаешь, каков был Эмиль Эта история с супницей случилась во вторник, 22 мая Но, может, тебе хочется услышать и о другой проделке Эмиля? Тогда жди следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok